Друзья, здравствуйте! Это Афонтова и программа Люди Дела. Традиционно в студии Алексей Вербицкий, Ольга Дубровская. И наш гость Илья Дроздов, директор по развитию Uber в России. И если вам, друзья, еще не знакомо слово Uber, подозреваю, вы откроете для себя нечто новое. Скажу лишь, что речь пойдет об услугах такси. И это не совсем типичная ситуация для программы Люди Дела, когда нам удается подхватить бизнес-историю на фазе стартапа. И, честно говоря, новость о заходе этого сервиса стала одной из центральных на этой неделе. И для начала людям непросвещенным, мы сейчас займемся такой просветительской деятельностью. Илья, что такое Uber? Как это устроено? Как это работает? Как это будет работать в Красноярске? Да, безусловно. Uber – это международная компания, которая занимается разработкой мобильного приложения с одноименным названием Uber. Мобильное приложение связывает две группы людей. Первое – пользователи, которые хотят куда-то поехать. И второе – это водители, которые готовы пользователей куда-то подвезти. Работает там это все очень просто. Вы открываете мобильное приложение, регистрируетесь там, вводите данные своей банковской карточки. После этого в одно нажатие кнопки вы можете вызвать автомобиль. Как только вы нажимаете кнопку, система начинает искать ближайшего водителя. Обычно занимает секунд 15-20, потому что заказ идет на ближайшую машину. То есть, чтобы эффективность была самой высокой, у нас нет никаких приоритетов. Водитель получает тот, который ближе всего находится. Машина едет к вам. И все, собственно. Когда поездка заканчивается, деньги списываются автоматически с вашей банковской карточки. Вам не нужно ничего делать с наличными. То есть, не нужно трясти мелочью, искать задачу водителя. И тогда вы просто сказали спасибо, пожелали хорошего настроения человеку и пошли. То есть, наличные вообще не фигурируют? Да, наличные не фигурируют. Оплата идет только банковской карточкой. Вот этот неловкий момент, когда у вас крупная купюра, а водитель говорит, ой, нет сдачи. И начинает по всем магазинам тебя катать, чтобы разменять. Нет, ну а на самом деле, для того, чтобы вот так рассчитываться, не применяя наличные, нужно ведь очень, чтобы все было технологично, чтобы всегда было все нормально с интернетом. Мобильный у тебя должен быть совершенно определенного уровня, да, чтобы там все... Вот как мы готовы к этому... Понимаете, сколько вот гаджетов у руках на население, чтобы они могли эффективно использовать эту историю? Вообще этот показатель в Красноярске проверяли? Как у нас вот с этим показательом? Да, естественно. И вообще, даже глобально, я бы сказал, что Россия отличается тем, что очень высокий уровень проникновения мобильного интернета, и в целом гаджеты, уровень гаджетов у людей на руках очень высокий. То есть, у нас с этим никаких вообще проблем нету. Интернет в Красноярске очень хороший. Все работает быстро, и никаких задержек нет. И у всех телефоны соответствуют? Да. Но, с другой стороны, вот смотрите, мы сейчас, готовясь к этому разговору, обсуждали с коллегами, и выяснилось, например, что есть один у нас известный банк, ну, что уж говорить, это не реклама, но Сбербанк, да? И есть такая услуга, как Сбербанк Онлайн. Так вот, счастливые обладатели телефонов фирмы Apple ставят у себя смело, например. А, например, на Андроиде не хотят ставить, потому что очень боятся там взломов, того, что снимут деньги с карты, все остальное. Опасения вот эти вот, что я куда-то должен зарегистрировать свою банковскую карту, это же вот сейчас очень страшно, потому что очень много там в милициях обращений всяких разных, там, сняли 30 тысяч, сняли всю зарплату, сняли еще что-то, вирусы какие-то. Вот, как вы с этим? Или у нас все никто очень боится, все нормально? Опасения в целом имеют довольно понятную такую человеческую природу, люди действительно боятся потерять свои деньги. Но здесь хочется отметить, что, в отличие от банков, мы, например, не храним данные вашей банковской карточки, они передаются по зашифрованному протоколу провайдеру платежей международного. Каждый раз, что ли? Нет, вы, когда вводите банковскую карточку, все эти данные хранятся на стороннем сервере провайдера, который занимается исключительно, соответственно, платежами по всему миру, и данные хранятся только там. Поэтому мы не знаем сами ваших данных, и мы не можем никуда их передать, в принципе, физически. Они хранятся на стороннем сервере, сторонней компанией. То есть не нужно заниматься. Да, вот эта сторонняя компания, она гарантирует все. Международная, да. То есть тут, как вот у вас деньги лежат на счету на банковской карточке, просто даже если вы ее никуда не применяете, все равно есть некоторый риск, но настолько минимально с учетом современных технологий, что здесь риск примерно такой. Ну, кстати, о современных технологиях. Вот весь этот мобильный интернет, это все-таки, ну, как мне кажется, по большому счету, делал людей прогрессивных, молодых, наверное. Я просто к тому, что вот этой технологичностью вы, наверное, отсекаете часть аудитории, которая, ну, в каком-то смысле консервативна. Я бы, наверное, не сказал, что мы отсекаем эту аудиторию. Здесь идет скорее такой органический процесс привлечения аудитории. Сначала действительно начинают пользоваться наиболее активная молодежь, назовем это так. Они первые устанавливают приложение, первые скачивают, первые пользуются, потом рассказывают родителям. У родителей все равно уже, как правило, есть какие-то устройства, они устанавливают и так далее. Но действительно вы верно заметили, например, в Сан-Франциско, где мы работаем 4 года, мы до сих пор не у 100% людей установлены, более половины населения не пользуются Uber, еще по причине того, что не успели воспринять новые технологии. То есть это органический процесс, но мы видим, что картина просто динамически меняется, и с каждым годом процент все выше и выше и выше, и люди постепенно пользуются. То есть за этим будущее, вы хотите сказать? Сан-Франциско не самый маленький город, и даже если половина уже ездит с вами, это все равно показатель. Вы изучали рынок красноярского такси? Что он из себя представляет, и что вы с ним сделаете после прихода? Потому что не секрет, что рынки вот этих частных перевозок и частные перевозчики встречают вас в фирму Uber по-разному в каждом городе. Негостеприимно, мягко говоря. И за рубежом, и в России это проходит всегда. Ну, отвечу, наверное, на несколько вопросов. Первый вопрос в связи с тем, как нас встречают. В России у нас одиннадцатый город Красноярск, ни в одном городе не было каких бы то ни было вопросов к нашей деятельности. То есть здесь у нас все в порядке, все спокойно. Что касается того, как устроен рынок Красноярск, как мы это изучали. Рынок Красноярск кардинально не отличается от рынка в других региональных городах. Есть несколько крупных федеральных игроков. Название тоже можно не упоминать, но все их знают. И так или иначе, эти игроки рынок в региональных городах уже поделили. То есть мы сюда приходим на вполне понятный для нас рынок и понимаем, какие есть конкуренты. Но что говорится о том, что мы хотим сделать с рынком, мы ставим цель не что-то сделать с рынком такси. С нашей точки зрения рынок постоянно растет, потому что мы позиционируем себя и действительно являемся заменой личному автомобилю. С нами ездить дешевле, чем владеть своим личным автомобилем. Поэтому мы занимаемся тем, что постоянно-постоянно расширяем этот рынок. И наша задача не что-то сделать с рынком такси, а именно увеличить рынок и в конечном счете долгосрочно заменить личные автомобили, стать надежной транспортной системой в городе. На это, естественно, уйдут годы. То есть это незадача на полгода, на год. Но, тем не менее, это такое наше видение. Амбициозно. Одно из самых мягких выражений, которые я могу подобрать. Вы, кстати, к нам приехали на такси. Вы же, собственно, красноярский гость. У вас здесь нет личного автомобиля? Ну, я заказал Uber. Машина приехала в течение примерно 3-4 минут. Сел, поехали, договорились с водителем, что он никуда не торопится. Поскольку водители независимые наши партнеры, у них, опять же, свое расписание. Они сами планируют свой день, распорядок дня. Я его спросил, нет у него каких-то дел, может ли он меня подождать вот здесь еще минут 40, и потом вернуться назад в гостиницу. Он сказал, все в порядке. Любой каприз за ваши деньги. Понятно. У вас, как у пользователя такси, собственно, к такси, какие требования? Что для вас важно, когда вы садитесь в таксомотор? Ну, первое, что важно, наверное, еще не в тот момент, когда я сажусь, а в момент, когда я заказываю. Да, мне очень важно, чтобы машина приезжала максимально быстро. И только мобильные приложения на данный момент могут обеспечить действительно быструю скорость подачи. Это считанные минуты. Например, наш рекорд глобальный, меньше двух минут, примерно 1,2 минуты, среднее время подачи. Это вот в китайских городах есть уже такие результаты. Второе, что важно, это, естественно, цена. По большой цене ездить, как любому человеку, наверное, не хочется. Неприятно, согласен. Опять же, чем меньше цена, тем больше ты можешь воспользоваться этими поездками. Ездить уже буквально в любое место, вообще не ходить пешком. И третье, наверное, что очень важно, это вот удобство способов оплаты. Потому что, представим, поездка стоит 175 рублей, и вы вроде экономите свой бюджет, не хотите тратить эти 25 рублей, и вот сидите, неловкая ситуация, а водитель там отчитывает, да, эту мелочь, чтобы избежать этой ситуации. Хорошо, если у него есть эта мелочь, как правило, размена нет. Еще и не быть, и в итоге такой конфуз небольшой возникает с нами. Ну, все довольно просто. Просто ушел и не тратишь время. Даже возникают ситуации, когда кто-то торопится, увидел, о, красный свет, я здесь выйду, вышел и все, и ушел. В классическом такси такое, в принципе, нельзя представить себе. У нас можно, водитель сам нажал кнопку «Завершить поездку», деньги списались. Все просто быстро. Ну, позвольте, мы с Ольгой несколько расширим ряд критериев. Допустим, у нас, как у родителей, да, есть дополнительные вещи. Нам интересно, а вернее, жизнь необходима, чтобы в такси было там детское кресло, если мы едем с ребенком. Нам бы очень хотелось, чтобы водитель был некурящим человеком. Нам бы хотелось, чтобы автомобиль был относительно современным и безопасным. Ну, наконец, чтобы водитель был трезвым, это важно. Вот эти моменты, как можно отфиксировать, отследить при помощи приложения? Начну, наверное, с самой важной функции, которая у нас есть для подобных ситуаций. Вы, допустим, вызываете ребенку машину и отправляете его куда-то. Представим такие ситуации. Я даже не хочу представлять, вряд ли я этим буду заниматься. В смысле, все должно быть в одной контроле. Или родителям. У нас есть функция поделиться маршрутом. Вы в итоге получаете ссылку, которую отправляете кому-то. Или сами можете смотреть, если ребенок, допустим, заказал своего телефона. И видно, с каким водителем, где и как едет близкий вам человек. Такая функция полезна, опять же, и когда вы едете на встречу куда-то, вы можете прислать своему другу или компаньону по бизнесу ссылку. И он уже вас не тревожит. Он знает, когда вы приедете и понимает, что там возникли какие-то пробки. С точки зрения технических требований, у нас вполне четкие критерии того, какие автомобили мы допускаем в систему. Водители должны предоставить фотографии. Мы смотрим, что внешний вид у машины в полном порядке, техническое состояние в полном порядке. Водители обязаны, опять же, мы единственная служба, единственное мобильное приложение, которое требует с водителей справку о отсутствии судимости для того, чтобы подключиться к системе. Они должны эту справку предоставить. Тем самым мы гарантируем добропорядочность людей, которые выступают в роли водителей в этой системе и получают заказы через систему. Вот это, наверное, самое основное, что... То есть, заказывая автомобиль, я могу как-то выбрать автомобиль чистый, с некурящим водителем и с детским креслом? Ну, смотрите, по умолчанию мы считаем, что машина должна приехать чистой, и водитель должен быть некурящий. Или даже если водитель курит, то не должно быть признаков этого, да? То есть, в машине не должен ощущаться запах табака. Это считается по умолчанию. Если вдруг что-то пошло не так, то в конце поездки вы должны поставить рейтинг. Говорю, должны, потому что вы реально не можете заказать следующую поездку, не поставив рейтинг водителю. И вы можете также написать там отзыв. В результате мы можем обработать эту обратную связь и применить какие-то не было меры максимально быстро. Но, опять же, по умолчанию при прохождении подключения к системе водители все получают информацию, что машина должна быть чистой, запаха табака не должно быть, музыка должна быть. Ну, то есть, есть ряд определенных стандартов, которые действуют в системе для того, чтобы получать через нее заказы. Виновные будут наказаны. А вот вопрос даже не чистоты, там удобно ли с комфортом меняемого ребенка довезли, а вопрос личной безопасности. Если традиционные таксопарки, вот, они их проверяют, им специальный закон о такси в России вышел, да, вот им он не нравится, но тем не менее таксистам нашим, да, медосмотры там, всякие проверки, да, когда водитель должен там доказать, что его имеют право выпустить на линию. А у вас получается что? То есть человек, я просто знаю, что у этого человека вроде чистая машина, что ему 21 год точно есть уже, и что он не судим. Это то, что вы видите. Почему я не должна бояться сесть в его машину? Это то, что вы видите, грубо говоря, там, просто, к вам приехал человек, вы видите, что... Но если посмотреть на то, как работает компания, мы не работаем напрямую с физическим лицом, то есть не может любой человек просто прийти и подключиться. Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, только они могут заключить прямой договор с Uber и работать с нами. И они ведут свою деятельность в согласии с законодательством. То есть они существуют по закону о такси, и они, вот уже существуя в этом законодательстве, приходят к вам? Они приходят к нам, заключают с нами договор. Далее они работают в соответствии с законодательством. Я четко вам не могу сейчас, наверное, объяснить, потому что моя задача все-таки немножко другая. Ну вот, не дай бог что, что-то случается в поездке, все-таки пассажиру есть кому предъявить, да? Там есть договор, есть все. И случись что-то с водителем, ну, к сожалению, у нас... Такое тоже возможно, да? Вот недавно совсем был трагический случай с таксистом, нападение на таксиста. Случись что-то с водителем, его семья тоже знает, кому задать вопрос. Правильно? Смотрите, здесь я, наверное, вот этот вопрос немножко переформулирую. Да, случись что, то есть любые вот такие гипотетические ситуации, они зачастую ставят людей в неловкие положения, допустим. А вот представьте, что вам придется выбирать между мамой и сестрой, кого вы выберете, да? Такой вопрос можно задать, но ответ на него. То есть в жизни таких ситуаций не возникает. Мы что со своей стороны пытаемся делать и делаем очень успешно, чтобы таких ситуаций не возникало? Безопасность при текущих объемах Uber, то есть сейчас совершается более 4 миллионов поездок каждый день в системе Uber. При таких больших объемах мы, естественно, должны задумываться о безопасности, и это является нашим приоритетом. Во-первых, любой пользователь вносит данные банковской карточки. Это уже достаточно для того, чтобы быть крайне незамотивированным, делать какие-то противоправные действия. Любой водитель предоставляет очень много документов. Есть система рейтингов, видно, где кто когда едет, и так далее, и так далее, и так далее. Все это приводит к тому, что вероятность такого случая очень минимальна, и, например, в России подобных ситуаций просто не было. Мы работаем над тем, чтобы этих ситуаций не было. Собственный автомобиль или такси? Что выгоднее, с этим вопросом мы разберемся сразу после рекламы.